Матфея 23 глава с 1 по 3 стих Вместе с этим Господь показывает, что Он не только не противится закону, но даже желает исполнения закона, хотя бы учителей закона были люди недостойные. Что говорят учители? Говорит Он, считайте словами Моисеевыми, даже Божьими. Учитель никогда не осмелится учить кого-либо злу, а потом, если станет учить дурной жизни, то станет учить не от седалища Моисеева и не от закона, а Господь говорит о сидящих на Моисеевом седалище, то есть обучающих законному. Итак, нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по божественному закону, хотя бы он сам и не исполнял этого. Комментарий Игнатия Лапкина Эти слова Феофилакта совершенно неприемлемы ныне в православной церкви. Едва православная церковь стала господствующей в римском государстве, как сразу же постарались сковать узы для Слова Божия. 2 Тимофея 2.9 Стали учить, что проповедовать Евангелие в храмах могут только епископы, священникам же это не дозволяется. Это были даже не узы, а пещерный каземат для живого Слова Божия. Позже несколько ослабили эти цепи, разрешили и священникам говорить Слово Божие. Но не более того. Весь путь официальной церкви можно выразить короткой фразой. Приучить всех тому, что никто из мирян не может в церкви проповедовать. Святитель же говорит, что нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по Божественному закону. Любители забивать кляп в рот проповедникам всегда стараются показать несоответствие жизни проповедующего с тем, что он говорит. Забывай пословицу, что уча другого, я учусь сам. Апостол Павел встречался с подобной ситуацией. И вот как он на нее отреагировал. Филиппийцам 1 глава 16 по 18 стих. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уст моих, а другие из любви, зная, что я поставил защищать благоествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться». Священники должны полюбить эту фразу толкователей Евангелия. «И приучить своих прихожан слушать Слово Божие от любого, кто бы он ни был, если он говорит правильно, не вопреки толкованию святых отцов». Шестой Вселенский Собор, девятнадцатое правило. «Нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по Божественному закону». Вот комментарии закончились. Ну, тут только одно нужно сказать, что на это место не очень сильно обращают внимание проповедники. А это одно из самых сильных мест, и оно больше всего обращено к православным. Книжники и фарисеи – это как раз мы, православные. Это речь шла о тех, о которых Господь говорил положительно много, хотя и было отрицательно. Это не сектанты. Царство небесное подобное. И дальше показывает книжник, который выносит старое иное. Из фарисеев получались апостолы, как Павел был. А вот саддукеи, где говорится, это полностью к сектантам. Они там отнимают книги, отбрасывают неканонические. Но надо аналогию находить и события переносить на сегодняшний день. Как это выглядит. Сели, их никто не садил. А они сами сели и сами начали толковать. Вот сегодня, если кто-то назначен был бы, как ревизию провести, ну, такие, как вот в советское время, на допрос потащили всех митрополитов, епископов. Картина-то выявилась совсем неотрадная. Оказывается, народ не учили. А вот полки образовать, Святой Богородица, Архангела Михаила, Черная Сотня, туда и на Кронштадтском написать, бей жидов, спасай Россию. Вот теперь все это и всплыло. Главное угодить царю-батюшке и сохранить монархический строй. И все это оказалось шатким таким. Царь отрекся, когда от престола, мгновенно, временное правительство было богоданным, богоизбранным, как в дальнейшем Иосифа Сталина не объявят, таким же и Гитлера на той стороне зарубежной церкви, когда был митрополит Анастасий, богоданный вождь Адольф Гитлер. Точно так и здесь. Сели книжники-парисеи. Ну и учат. А как они учат-то? Не Богу служить всем сердцем. Никогда книжники-парисеи не оправдывали пророков. Никогда они не заботились, чтобы народ познавал волю Божию, и что Бог скажет. Нам главное-то, да будет воля твоя, яка на небесе и на земле. Как на небе? Нам нужно узнать, как воля Божия исполняется на небе. Арсений Великий говорит, на небе тысячи ангелов и одна воля. На земле тысячи людей и тысячи воль. Каждый, как говорят, тянет на себя одеяло. Но приходили во все времена пророки, которые были движимы Духом Божиим, которые сопротивлялись даже тому, чтобы идти, не хотели идти. Но Бог так события слагал, что сделаешь, я тебя избрал, как Иеремии говори. Не противоречь, не малодушиствуй, чтобы я не поразил тебя. Бог угрожал пророкам. Были такие, которые по разным национальным причинам, по любви к своему народу, не хотели другим проповедовать, как Иона. Бог воздвигает бурю, создает особого зверя, хотя он называется кит. Но внутри кита жизни не бывает. Это, значит, вся природа кита была изменена. Его не сожгла кислота. Он сидел, молился там. И, наконец, он пошел в Ниеве. И там был против. И там Господь делает так, что особое растение, как говорит, тыква, прикрыла его. Даже особый червь, который подгрыз. Видите, как у Бога. Вся тварь содействует по повелению Божию тому, чтобы посланники Божии выполнили его святую волю. Да будет его святая воля. Вот. Пророки этим занимались. А другие глушили их. Было время, когда цари, такие как Осия, Иосия, и зеки, которые хотели служить Богу, которые многое изменяли в стране. И говорится, что никто ни до них, ни после них не совершал так Пасху. Были учителя истинные, такие как Езекия, Ездра, Неемия, не Езекия, Ездра, Зарававель, Иисус, сын Ясидека вставали. Но это в сравнении с массой народа, которая жила в течение тысячи лет, это мало было. Я уж не говорю о Давиде. Давид после смерти многих еще защищал. Ради Давида, говорится, спаси город сей. Вот книжники и фарисеи, это люди, которые хотели спасения народу. Но угодить царю стояло на первом месте. Это всегда было так. Царь имеет власть. Царь-батюшка, царь-батюшка. А когда царь Николай отрекся, временное правительство поприветствовали, и сразу телеграммы стали слать. И Антоний Храповицкий, и другие. Наконец-то мы обрели подлинную свободу. А что при царе была не свобода? Почему молчали-то? Почему мы об этом не говорили? Все это лицемерство. И сейчас какой строй? Конкретно. Всюду и везде называют антинародный, разграбленный. Даже уж хуже, страшнее, коммунистического рабства ничего нет. Но большая часть народа сегодня, может быть, желает возврата этого рабства из Сталина. Тирана из тиранов, дьявола в человеческом образе. В Германии желают, чтобы был порядок, восстановлено все, как при Адольфе. Почему? Потому что то, что сегодня, ну, люди, которые временной жизнью живут, у которых горизонт только на колбасу, то они духовного-то не видят, какая сегодня свобода. Вот свобода сегодня, и в это время, невиданная. За всю мировую историю такой свободы не было ни у России, ни у кого. Мы, вот, верующие, наша крестовозвиженская община, от Русской Православной Зарубежной Церкви, мы зарегистрированы в Краевом отделе юстиции. Мы по полной программе воспользовались этим. Всюду вели занятия, благовествовали по домам, по деревням. 444 города, районных центров посетили за последние годы. Вот. Только за два года, за два, мы проехали 370 городов и сел, 80 тысяч километров. 15 государств прошли нынче мы. 6 южных республик, таких как Ингушетия, Дагестан, Чечня. И везде, везде дарили книги наши, библиотеки. Вот только за два года мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Это что-то стоит. Не говоря уже, сколько лично, в частные руки, кому дарили. Вот книжники-парисеи, которые сели, а они ничего этого не делают. Но они говорили правильно тогда. Сегодня этих книжников-парисеев в рясах с теми сравнивать не приходится. Они говорят неправильно. Вот выступает одна журналистка, говорит, я долго добивалась взять интервью Всеволода Чаплина, и, наконец, мы заговорили с ним. И вот она сколько говорила, минут 20, он говорит, там сколько, три или пять раз слово Бог произнес, со слова Христос ни разу. Патриарх Алексей Второй говорит близ памяти Кирилла Мефодия в Москве, там славянская письменность, какие-то праздники. И он за 20 минут, сколько он говорит, ни разу слово Христос даже не повторит. Стоят священники, которые с нами знакомы, друг друга толкают, смотрят правды, он о Христе не говорит. Нужно запомнить два слова, которые были вмонтированы у лютера в мозгах. Христос и Библия. Есть одна личность Христоса, одна книга Библии. Сегодняшние книжники, парисеи, они этого не знают. Они учатся в семинариях, в академиях, аспирантуры заканчивают, магистры, доктора богословия. А какая цель? Цель одна – оправдать любое беззаконие. Больше ничего нет. Я 50 лет с ними знаком, 50 лет встречаюсь, и другого не знаю. У них нет желания, как к народу подойти. Допустим, баптисты, я знаю, отделенные особенно из Совета Церквей, они думали, как Евангелие издать, где средства достать, где найти патриотов, которые заранее обречены уже. Ну, как в годы советской власти было, кого священники ставили, это уже, если не советская власть, он обречен был. Так и эти. Этого нету. Библия Лопухина бесплатно дают, они где-то перехватывали и тут же продавали их по 300 рублей. Что такое 300-то рублей-то? Это же надо понимать. Это огромные деньги в то время были. Так что книжники фарисеи сегодняшние, увы, они до иудейских не дотягивают по многим параметрам. Их сели, а эти не сели, их посадили, посадило ЦК КПСС. Вот был такой Харчев, который все рассказывал, уполномоченный по религиозным культам при Совете Министров СССР. А этот Константин Александру Нежному все рассказал, как они выбирают самых лучших, представляют, допустим, три-пять кандидатур из всех и всех отобранные. Из них ставят тогда епископов. Я вот долго смотрел, какие священники, как они воюют против истины, и у меня сложилось такое мнение, что, допустим, на епископа надо поставить кого-то. Одного. А кандидатур-то много, или на священников всего пять, а кандидатур много. Выбирать самого жадного на деньги. Ну, таких много. Дальше. Самые непостоянные в своих мнениях, но постоянные в преданности советской власти. Сотрудник КГБ. Таких мало. Меньше намного, чем первых. И дальше. Корыстолюбист, карьерист. Еще таких набрали, а другие бывают честные батюшки, но он не знает Слова Божьего. И, наконец, отбирает самых негодных, в которых уже человеческого ничего нету. Уже псы лютые. Но это не все. Надо, чтобы были волки лютые. И вот на таких наконец натыкаются настоящий волк. Любого рвет. Свой, не свой. Лишь бы указания сказали. И, наконец, из волков отбирает лютых, бешеных. И вот к ним обращается апостол Павел, Деяние 20 глава. Из вас самих это не сидели ни коммунисты, ни масоны, а призванные им из Мелита, в Ефес, присвятера и епископы. Восстанут лютые волки, нещадящие стадо. Будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Они ни стадо не щадят. Сейчас на нас наседает патриархиям, что мы вроде им уже принадлежим, уже указы. Смешно даже слушать. Еще не поймал, говорит, медведя, уже ободрал. Мы никакого отношения к патриархии не имеем. Мы ничего, кроме гонения, мы от них не имели. Никогда не имели. Они сейчас как книги, которые можно в библиотеке принимать только через синодальные отделы, изданные. Евангелие, Библия, изданные, но ни патриархии, не давая читать. Безумие полное. Какие-то указы издают, кого регистрировать. Но никуда не идут. Им только слепиться с властями. А власти теперь, они давят на них, власти издают указы. Они пахали на Ельцине. С Путиным не особенно у них получается. Это человек маленько другого склада. Но подбираются практически ко всему. Наложить свою лапу на школьников, преподавать там ОПК, что они подают, православные культуры лезут. Все это бред. Их близко подпускать нельзя. Кого они могут научить, когда столько судят за разные дела, за развращение малолеток и срам один слушать. Сели книжники и фарисеи. Сегодня их сажает власть, допустим, в прежние времена. Но сегодня сажает архиерея. Архиерея кто-то посадил. До конца-то, когда эту разберешь катавасию, ты только отшатнешься и скажешь, Господи, не веди нас в искушение. Считай другое. Дальше. Благословен Господь. Матфея 23 глава с 4 по 5 стих. Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстов двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежь своих. Толкование. Фарисеи возлагали на людей тяжкие бремена, принуждая их исполнять мелкие и трудно исполнимые заповеди закона. Многие заповеди закона они делали тяжелыми через то, что прибавляли к законам некоторые предания. Сами между тем, не касаясь их и пальцем, то есть ничего не делая и не приближаясь к таким бременам. Ибо когда учащий не только учит, но и делает, то он вместе с учащимся несет бремя и вместе с ним трудится. Но когда он возлагает на меня тяжелое бремя, а сам ничего не делает, то он еще более обременяет меня, показывая своим бездействием невозможность исполнить то, чему учит. Итак, Господь обличает фарисеев за то, что они не хотят вместе с народом нести бремени заповедей и исполнять их. Но не делая ничего доброго, фарисеи показывали вид людей, делающих. Да если бы даже делали что-нибудь, но только для того, чтобы казаться исполнителем закона, то у них отнимется награда. И навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязку над глазами твоими. Второзаконие 6.8. Поэтому изображались на двух хартиях десять заповедей, и одна из хартий полагалась на челе, другая на правой руке. Воскрылия делались на краях одежды из темно-красных или багряных нитей в рот бахромы. Все сие делали потому, что об этом написано было в законе, дабы, видя хранилище и воскрылие, не забывать заповеди Божьи. Бог поверил делать их не для украшения, но хранилище на руке означало то, что нужно исполнять заповеди. А багряный цвет воскрылий указывал, что нам нужно забывать себя кровью Христовой. Фарисеи же делали большие хранилище и воскрыли для того, чтобы другие видели, что они блющители закона и все делают под предписанием его. Толкование закончилось. Ну вот я просто обращаюсь к сегодняшнему времени и ну тут понятно, чтобы их видели. Спрашиваю священников, скажите вот, ну вот смотри, у меня рукава, вот здесь все, чтобы застегнуть, а они сужаются и теперь дальше она не выходит, рубашка-то. вот как есть. Зачем у вас вот такой ширины рукава, как у цыганки юбка? И вот он поднимает руку и смотришь там и Чаплин, и все, где присутствуют. Зачем? Те, которые выступают перед людьми, люди их видят. И меня неоднократно спрашивали, вот показывают патриарх, его там одевают, застегивают пуговочки, как вот архиереи также, отдают ему расческу, он стоит перед народом, народ стоит, смотрит, расчесывается, воды подносят, на одном, там, на каком, панаморе или под яконе полотенце, руки вытирает, на возвышении стоит, чтобы его видели, и вокруг весь народ. Драгоценные минуты утекают. Народ стоит и смотрит на эту комедию, в буквальном смысле. И мне звонит один полковник и говорит, скажите, Игнатий Тихонович, вот я смотрел вчера патриарха, его переодевали, то другое, так долго, я все ждал, что-то скажет, он ничего не говорит. Он у вас что, одеваться не умеет сам? Его в детстве мать не учила, как одеваться, как штаны надевать и прочее-то. Почему ему пуговички застегивает? Я не критику навожу. Это действительно так. Ложь не вошла в мои уста за 74 года. Только если неумышленно где-то поезд, я сказал, в какое время отходит, а переменили ночью, я не знал, и люди пришли, а поезд не идет в это время. Вот такие могли быть у меня неправда, но я и в них каюсь. Расческу подают, что у него? Расчесывать. Зачем? Руки моют, зачем он вышел, когда не мытый здесь? Сначала он помылся, утром-то встал-то. Где он был-то? Или сегодня после туалета руки не моют? Они меня спрашивают, что я должен отвечать? Сказать, пойди к ним, они говорят, да как к ним не допускает никого. Вы даже не знаете, вот я получаю звонки, одна услышала мое выступление по радио, потом звонит. Вот как вы говорите, я согласна с этим, но ведь это дело не так. Как? У меня муж неверующий, и при том был коммунист всю жизнь, вот. Но под старость вот он стал задумываться, а я хожу в церковь, он мне не запрещал, ну говорил ты так, чтобы вы не знали, что ты моя жена, а то меня с работы-то выгонят. Он это знал. А вот теперь он стал вспоминать все. Дела-то какие были, какие бумаги подписывал. Ну я стал его готовить к исповеди, вот он все припоминал, охал, ахал, переживал, и наконец я подготовила его. Пришла батюшка и говорю, батюшка, вот муж-то у меня согласился на исповедь прийти и причаститься. Он лучшее на себя надел, вот. Но мы повещаться-то не сумели с ним. А почему? Ну пенсия-то какая? За квартиру-то ЖКХ сколько берут-то? А когда пришли тут такие деньги и проще-то. Ну ладно. И вот он подошел, он его в общую колоду вставил, как говорится, со всеми подходят и он. Он хотел ему все рассказать, сказать, я осознал, я был изверг, я угнетал. Священник ничего не говоря, да ладно, это тут накинул на него фартук свой, и Петрахиль. Перекрестил его и он отошел. Он говорит, а что это со мной было-то? Он говорит, меня даже не выслушал, я, говорит, так пришел. Ну, значит, накрыл, раз он тебя этим фартуком. Она говорит, значит, можно идти причащаться-то? Я гляжу на него, он потус, погас весь мой муж. Он шел с таким сокрушением и видела, каждый день он томился, он думал, как раскроет, какой стыд будет, он поборол это все, и вдруг никому это не надо. Толпа толкается, он уже не знает, идти, не идти стоит. Священник вышел, кто-то проходит там, что-то им дают, ложечки. И вот, кто еще не причастился-то? Я его подталкиваю. Ну, иди, Трофим, ну, подойди. Он подошел. Раскрой рот-то. Ну, он раскрыл, отошел. А что это было-то? Почему мне ничего не рассказали-то где-то? У него такое было, говорит, сокрушение, разочарование, он пришел домой. Я, говорит, таким никогда не видел. Почему они так обращаются с людьми-то? Я сколько времени переживал? Я вижу, он абсолютно безучастный, ему ничего не надо, он не людей, ничего. И попы все время торопятся. Все это рукавами машут, куда-то надо бежать. Куда бежать? Когда паста перед тобой стоит, пришли. Да ты неделю бы готовился, что сказать, чтобы до сердца дойти. Вы послушайте Ярла Николаевича Пейси, его огненной проповеди. Как Марсинковский Владимир Филимонович говорит, я обращаюсь к них православным. К православным-то я посылать буду, мне нельзя их назвать православным, они сожрут их попы сразу. Я вот так разговаривал, возьми и назвал священника, нас, говорю, не принимают, а один тут незнакомый принял. Так они как на него ополчились-то? Я заранее знал это? Бой за назвать. В православии есть такие, искренне знающие, возрожденные, живущие в духе святом. Но это единицы, буквально на двух руках я их всех могу поместить, на всю страну, которых я знаю. Вот Павел Адельгейм тут убили, и все, которые знают меня, и говорят, а вы с ним были лично знакомы? Я говорю, нет, лично не был знаком. Но о нем, говорят, он жил в свободе. Он знал, даже говорил, как отец Глеб Якунин, что патриархия – это пятый отдел КГБ. Ее роль там. Оттуда она с Таллием Берием, Берией, защатая. И поэтому они действуют так, волчьей хваткой. Вот лично я всю жизнь под этим их прицелом. За мной гоняются. Я в университетах, школах, институтах передаю. Они следом идут. Не принимайте его. А кто такой Игнатий Лапкин? Это статья в Алтайской правде на сто с лишним тысяч экземпляров. Это лютые волки. И вот теперь они сели на... Их посадило КГБ на седалище. И чему они... Что они дадут-то? Россия разваливается. Страна гибнет. А у них только одно сейчас. Где больше ухватить? Разная ценность, свечки, все нечистое, все такое гнилое. Люди ходят, ничего не знают. Надо выпрашивать у Бога проповедь. Сказать. Я приезжаю, где меня священники знают, они сразу меня облачают в стихарь там, или так я выхожу и начинаю проповедовать. Но это единицы. Они нигде не допускают. Поэтому толковать это место без слез нельзя. Они сидят, жируют и от жира лопаются на этом седалище. На это седалище Бог выбит из-под них. Все, храмы строят, монастыри. Они никому не нужны, эти храмы. Храм Христа Спасителя. Что там делается? Кто там пляшет? Кому в аренду отдают? Поскольку? Пусть они это ответят. Кто беспочтно табаком, водкой торговал? Страна погибает, а они сотнями миллионов долларов дальше себе закатывают. Вот они сели и сидят. И нас под них подбивают. Вроде бы мы должны патриархию. Повторяю для всех, чтобы знали. Мы не под патриархией. Хотя благодатность ее не отнимаем. Вместе служим. Можем даже прищищаться там. Но идти в подчинение к ним, чтобы они нам священника поставили, мы не можем. Не потому, что не любим. Как раз из-за того, что мы любим их. Брать такой грех им на душу, погубить наши общины, это невозможно даже помыслить. Они ничего не оставят. Ни от нашей деревни, ни от лагеря. Они все расхитят, уничтожат, батюшку переведут. Даже сейчас появляется положительная статья у нас где в газете. Они буквально ррут все на части. Пишут, это не так, это такие люди, это засланные к нам с Америки. Ну, то есть, предела никакого нет. Самое поганое свидетельство на меня, когда судили меня, дали священники, подавали, что я жду мессию с запада. Я говорю, я жду его грядущего на облаках небесных сил и славы великою. Вот что удивительно. Сектанты, которые баптисты были, добрые отношения, хорошее свидетельство показывают, как настоящие христиане. Но у них одного не хватает, что они не имеют рукоположного священства. Я им об этом говорю. Считаем дальше. У нас сегодня брата Виктора нету. Он уехал к родителям. Местный Потеряевский учитель. Но мы вот с братом Владимиром здесь двое. Он простыл еще. Я начал считать было. Да не получилось. Буквы расплываются. Не вижу их. Зрение-то посадил на компьютере. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером, издавая книги. Считай, брат. Матфея 23 глава, 6-7 стих. Та же любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях и чтобы люди звали их Учитель, Учитель. Толкование. Увы, понятны для нас слова Господни. Убоимся же. Господь обличает фарисеев за то только, что они любят. Но если только любящие предвозлежания осуждаются, то чего достоин тот, кто все делает для этого. И председания в синагогах, там, где особенно нужно было учить других смиренно мудрую, фарисеи сами являлись людьми испорченными, потому что все делали для славы. И поступая так, не стыдились, но еще хотели того, чтобы им говорили, Учитель, Учитель. Толкование закончилось. Ну, это вот, если так взять, то буквально на сегодняшний день так и подходит. Везде. Отец, Отец. Диакон тоже Отец, Диакон. А Андрей там другой. Отец это тот, который рождает. Павел говорит, у вас много наставников, но немного отцов. Я родил вас благовествованием во Христе Иисусе. И поэтому, согласно слов Павла, никаких отцов-то нет, это только звание. Как Иоанн Златоуз говорит, слово христианин для многих пустой звук, войдящий других в заблуждение. За ним ничего не кроется. Если Отец, покажи, кого ты родил. Родил благовестием, а не то, что я его причащаю или я его крестил. Благовестие рождает. Другого рождения нету. А как? Ну, вера-то, если веры-то нет, да как он родился? Вера от слышания. А слышание? Слышание от Слова Божия. Вот все и толкование. На сегодня, наверное, довольна. Благословен грядущий во имя Господня Царь Израилев. Аллилуйя. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...